Всем салют, друзья! Я поменял свою основную камеру, и теперь это не Sony A7S III. Это Sony FX30. Сейчас расскажу, почему. Что, друзья, все, кто смотрит активно мой канал, уже знают нашу историю, что в Италии где-то неделю назад у нас украли рюкзак с техникой на миллион рублей, и там, конечно же, была Sony A7S III и почти вся моя полнокадровая оптика. Последний полнокадровый объектив, который у меня остался, я вчера, получается, продал. Это был Tamron 1728 2.8, и теперь у меня только кроп-оптика и Sony FX30. И я уже отснял большую, полноценную, восьмичасовую репортажную съемку на FX30. Уже ее смонтировал, покрасил, снимал в S-Log3, и сейчас поделюсь с вами результатами данного эксперимента. Что я думаю о новой камере? Ну, относительно новой, конечно. И как я сейчас буду работать, какая у меня теперь оптика, и вообще, как будут происходить дела на моем канале. Итак, прямо сейчас я снимаю на Viltrox 13 миллиметров. Viltrox мне любезно присылал когда-то на обзор данный объектив, я его не продавал. И очень рад этому, потому что данный объектив меня очень и очень порадовал. Это эквивалент 20 миллиметров, и на полном кадре размытие как на F2 было бы. Но здесь у нас 1.4, соответственно, в лоу-лайте я себя чувствовал довольно комфортно на таком фокусном расстоянии. Да и в целом картинка с него отличная, резкая. Я остался очень-очень довольным данным объективом. Также Viltrox мне прислали и полнокадровый объектив. Это 28 миллиметров F1.8, который на кропе будет что-то из разряда 42 миллиметра. И это будет у меня творческий объектив на замену моей 35-ки. Да, конечно, на кропе на 1.8 мы не получим такого размытия, такой бакешки. Но в целом для творческих кадров, для относительно неплохого размытия он тоже вполне подойдет. Ну и репортажный объектив я себе также прикупил. Сначала думал купить Sigma 18-55 F2.8 малыша, но потом пообщался с Денисом с канала Budget Filmmaker. И он мне посоветовал все-таки взять Tamron 17-28 F2.8 со стабилизацией. И я ни разу не пожалел. Это эквивалент 25-105 миллиметров на полном кадре. И, соответственно, стабилизация на нем мне помогла снимать с рук довольно комфортно. И не сталкиваться с какими-либо проблемами. Кстати, рисует он тоже вполне себе хорошо. И данный объектив мне помог оперативно и довольно легко набирать большое количество кадров. И на 70 миллиметрах у нас получается очень даже хорошая бакешечка. Вот, собственно, и все. Вот такой парк оптики у меня сейчас. То есть только три объектива и основная камера. Еще осталась Sony A6300, на которой у меня пока как таковой оптики постоянно нет. То есть там по ситуации уже буду смотреть. И также благодаря вашим донатам я делал также пост на страничке в YouTube и в ВК и в группе в Telegram. Что мы, во-первых, 10% от всех донатов отдали деткам фонд Хабенского. Но это еще не все. Мы еще и купили моей супруге камеру. Это Nikon Z6 Mark II. Объектив какой там, господи? 28-75-2.8 тоже Nikon-овский а-ля Tamron. И еще полтинник 1.8, который, кстати говоря, тоже очень-очень резкий и очень приятную картинку дает. Так что иногда буду второй камерой использовать еще и Nikon Z6 Mark II. Если вам интересны какие-нибудь ролики про Nikon на моем канале, то тоже, наверное, что-нибудь сделаю. Напишите в комментариях, если система Nikon Z вам тоже интересна. А сейчас я, кстати, снимаю на диафрагме 1.8 в нативном ISO. Оно сейчас у меня стоит в авто, потому что здесь то темнее, то светлее. Вот сейчас конкретно 1600. И что касается lowlight, я снимал в S-Log 3 вплоть до ISO 6400 на той съемке. Там были места, где надо было задирать ISO. И при правильном экспонировании с использованием моего любимого лутика я получал отличный результат. И, если честно, картинку от того, что я снимал на Sony A7S III, а снимал я в этой локации уже неоднократно, я получил, ну, можно сказать, неотличимую. То есть я на первый такой профессиональный взгляд даже не могу отличить картинку с FX30 от A7S III. Надо вот прямо очень сильно постараться, чтобы их различать. И даже снимая в 4К 100 кадров в секунду с дополнительным кропом на FX30, если я грамотно экспонируюсь, то в целом картинка получается очень даже рабочая. На ISO 2500, втором нативном ISO S-Log 3 на данной камере, я тоже получил картинку, которая меня более чем устраивает. Она не очень шумная. Ну, конечно, выше 2500 в 100 кадрах в секунду лучше на FX30 не снимать. Но так, в общем и целом, не могу сказать, что я какие-то проблемы испытал. Все очень хорошо, плюс она компактная, довольно легкая. Использовал я стабилизатор от Moza Aircross S. Есть обзор на канале на данный стаб, и я прямо сейчас его использую. Конечно, чуть-чуть тяжеловато ходить на вытянутой руке и это все держать. Также я сейчас применил активную стабилизацию изображения, чтобы картинка была максимально плавной и не ставить это все на посте. Ну, в общем-то, как вы видите, результаты получились неплохие. Допустим, я ставил картинку конкретно с репортажной съемки и тоже был более чем доволен. То есть сейчас я могу с собой не брать DJI Ronin S на большую часть съемок. Но вот если буду снимать недвижку, то, конечно, все-таки DJI Ronin S мне больше пригодится, потому что все-таки качество стабилизации с Ronin S заметно лучше. Из других приятных дополнений на Sony FX30 я еще обнаружил то, что у нас есть встроенный лутик. И это мне нереально помогло, потому что снимать со стабилизатором, с применением моего лута, который я использую, мне позволило не использовать накамерный монитор. Кстати, накамерный монитор у меня тоже украли. Atomos Ninja V до свидания. Но у меня есть замечательный монитор от компании Shimball. На него я тоже делал обзор. И он, по сути, полный аналог Atomos Ninja V по яркости, по цветопередаче. Конечно, немножко функционал у него ограничен. Но, с другой стороны, как именно монитор, он меня устраивает. Поэтому Atomos пока что в ближайшее время новый брать я тоже не планирую. Немножко хуже отрабатывает все-таки матричная стабилизация на FX30. Или, может быть, из-за того, что Rolling Shutter здесь чуть похуже, чем на 7S III. Мне казалось, что матричная стабилизация не так классно отрабатывает. Допустим, на том же 28.1.8 от Viltrex я получал не самую стабильную картинку, даже снимая в StayShot Active. Это нужно учитывать. Так что, если вы используете Sony FX30 с рук, то, конечно, лучше вам использовать что-нибудь типа монопода, штатива или стабилизатора. И, кстати, сейчас я снимаю в автоматическом балансе белого с небольшим сдвигом в Magento, так как мы ходим тут в лесочке. И, в целом, картинка тянется и красится просто замечательно. У нас все те же самые кодеки, те же флешки. Все то же самое. Есть бэкап-запись. То есть мы можем полностью себя чувствовать комфортно, если уже снимали на FX3, A7S3. И в вопросе именно надежности вообще никаких нареканий. Есть встроенное активное охлаждение. Камера у меня ни разу не перегрелась, даже когда я снимал в 4К, допустим, 50 кадров в секунду. А я снимал всю съемку в 4К 50 кадров в секунду в XAVC HS кодеке 265. И, собственно, даже большие фрагменты, там по 10-15 минут, никаких значков. Да их и быть не может. Все-таки активное охлаждение, на то и активное охлаждение. Теперь пару слов о батарее. По ощущениям она как будто бы чуть-чуть хуже отрабатывает, чем на A7S3. Может быть, мне кажется. Но мне казалось, что данная батарейка садится капельку-капельку быстрее. Допустим, час 20, час 30 в 4К 50 кадров в секунду при записи на обе флешки с активной стабилизацией в S-Log3 я могу выжимать. Пришлось чуть прикрыться, потому что здесь у нас солнышко более яркое. Что касается записи в режиме CineEI, я использую всегда Flexible ISO режим, то есть я сам настраиваю, какое ISO я буду выбирать. Я понимаю, что есть два нативных, я стараюсь их придерживаться, но иногда мне нужно прыгнуть выше, чем 2500, который у нас второе нативное ISO. В общем-то, всем рекомендую снимать именно во Flexible ISO. Так проще, понятнее и просто держать в голове два нативных. Это 800 и 2500. Что касается бакешки и размытия заднего плана, то здесь у меня тоже нареканий не возникло. Конечно, иногда хочется еще сильнее размыть задник, но с другой стороны, даже снимая на Sony A7S3, я довольно часто использовал прикрытую диафрагму, допустим, f4, 5,6, даже иногда 6,3. Поэтому здесь тоже, как говорится, кому как больше нравится. Но меня вполне устраивает размытие заднего плана, которое дает оптика, светосильная оптика на кроп-камере. Еще одно неоспоримое преимущество, которое я реально ощутил на этой съемке, я снимал вот конкретно в этом помещении неоднократно. Это в аэропорту Жуковский, мы снимали для авиакомпании, и у нас там был детский праздник, и детишек водили по самолетам. И вот как раз в самолетах очень специфический был свет, потому что он стробил на любых выдержках на Sony A7S3. Ни одна 50-я, ни одна 40-я, ни одна 100-я не помогали. Поэтому мне приходилось использовать кадры со стробом, и с ними на посте уже что-то делать. Здесь же есть режим Variable Shutter, так называемый, который убрал данный фликер. Конкретно в данном случае вместо одной 100-я я поставил одну 92-ю, и фликера не стало. Это прямо очень радует. До сих пор не понимаю, почему, блин, Sony прошивкой не может добавить данный функционал в ту же A7S3 или Sony A1. В общем, Sony, вы подводите своих пользователей, этот функционал нужен каждому уважающему себя видеографу. Также очень порадовало новое быстрое меню, которое позволяет мне в пару кликов поменять все необходимые настройки. Это меню вызывается либо нажнать тем кнопки меню, либо я настроил еще одну горячую клавишу. В общем-то, максимально быстро, оперативно и удобно менять настройки на FX30. Это делается проще, чем на A7S3. Тоже радует. Автофокус работает идентично камере Sony A7S3. Он здесь очень цепкий, ловит глаз, все тречит. И даже с неродными сониковскими стеклами, как вы понимаете, у меня два Вилтрекса и один Тамрон, я не испытал проблем с автофокусом. Если, конечно, в кадре 10 разных человек, то, понятное дело, он будет немножко прыгать, скакать. Но, с другой стороны, если у вас в кадре один человек, и глаз он ловит, то вопросов никаких. Конечно, тачтрекинг отлично работает. В общем-то, по автофокусу тоже все хорошо. Ну, друзья, пару слов о том, как же я буду переходить на полные кадры, какие у меня планы на будущее. Я думаю, что я подожду новую полнокадровую камеру от Sony, заточенную под видео, будь то Sony A7S4 или что-то еще подобное. Потому что переходить на Sony ZV-E1 как-то, наверное, не солидно. А новую S брать, ну, тоже, наверное, уже она старовато все-таки, морально устарела. И нет функционала, к которому я уже начинаю привыкать на той же FX30. Это Variable Shutter, это возможность применения лутиков и так далее. Поэтому буду ждать. По оптике планирую приобрести Sony 2070 F4, чтобы не приобретать какой-то дополнительный суперширик. А, соответственно, еще хочу взять полтинник 1.4 G-Master, который тоже стоит, конечно, немало. Но, в общем-то, решил перейти с 35 на 50. Попробую. То есть была у меня 35-ка, успешно украдена товарищами из Италии. Ну, соответственно, хочу перейти на что-нибудь более художественное. Я думаю, что полтинник 1.4 не сильно уступает полтиннику 1.2. Да и покомпактнее, и подешевле. Поэтому примерные планы вот такие. Ну и, друзья, начинается дождик. Если вам понравилось это видео, жмите лайк, подписку, колокольчик. Если вы хотите больше информации о том, на что я буду снимать в будущем, про камеры Nikon, про кроп-камеры, еще про что-то, в общем, пишите любые темы, которые вам интересны в комментариях к данному видосу. Всем еще раз большое спасибо за поддержку. Вы нас реально очень-очень выручили в непростое время. Я не говорю только о донатах, я говорю и просто о моральной поддержке, о том, как вы себя показали, как сообщество видеографов, фотографов, просто друзей. Еще раз вам большущий респект. Не буду бить микрофон свой мохнатый. Ну и, друзья, увидимся мы с вами в следующем ролике. Пока. Берегите себя.